Вы знаете, что у человека есть семь тел, и все эти тела связаны между собой по системе чакр. И в связи с тем, что наш мир и большинство людей, которые живут в нашем мире, они находятся на очень низкой частоте вибраций, то их чакры загрязнены. То есть есть прямая связь между частотой четырех нижних тел, между уровнем развития сознания, между частотой чакр и между степенью посвящения. То есть на самом деле это все одно и то же. Можно назвать это разными словами. Можно говорить о расширении сознания, можно говорить о пути посвящения, можно говорить об очищении четырех нижних тел, но все это будет одно и то же. Это будет просто совершенствование человека, приближение его к Богу-человеку. Это все то же самое. И те нервные центры, которые у нас существуют, и чакры, они не полностью задействованы и неверно функционируют, и, как правило, не функционируют у большинства людей. И вот для того, чтобы правильные энергии проходили по телу, самое простое, с чего можно начать, это можно начать с физического тела, с его очищения. Потому что очищать можно каким образом? Можно выводить из тела вредные вещества и меньше гадости туда внутрь закидывать. И это будет правильно. Но смысл заключается в том, что тогда, когда мы начинаем очень беспокоиться о своем физическом теле, то мы сходим с пути посвящения. То есть потому что мы проявляем привязанность к нашему физическому телу. И чем больше мы начинаем заботиться о своем физическом теле, правильным питанием, правильным образом жизни, то достаточно приятно иметь хорошее, здоровое тело. Но это не будет путь посвящения. Потому что физическое тело нужно только для того, чтобы нам как можно меньше доставлять неприятностей и не мешать нам. Вот это единственное требование к физическому телу на пути посвящения. Потому что привязка к физическому телу относится к одной из привязанностей к этому физическому миру. Путь посвящения ведет к достижению сознания Бога-человека. Человек обретает единство со своей внутренней истинной сущностью, не проявленной в этом мире. Тело — только видимая половина истинной сущности. Другая половина осталась в непроявленной, бессознательной части существа. Объединив эти две половины, можно вернуться к божественному единству. То есть, если вы помните, во времена третьей коренной расы человечество было единым со своей высшей частью. Оно имело доступ ко всей полноте божественного знания. И когда человек рождался, он уже все знал. И потом мы решили поиграть в этой иллюзии и получить какие-то удовольствия для себя. И чем больше мы получали эти удовольствия для себя, тем мы дальше и дальше уходили в иллюзии и отрывались от божественного мира. И сейчас наша задача — вернуться обратно в божественный мир. И, собственно, путь посвящений связан с этим, с возвращением к Богу, к божественному единству. Человек может расширить свое сознание, сделав бессознательную часть себя полностью сознательной, сознательно испытав свою непроявленную, невидимую половину и таким образом достигнуть божественного единства в своем сознании. И хотя его тело остается в видимом мире, он может слить свое сознание со своим истинным Я, от которого он отпал. И тогда прямо здесь, в земном существовании, он переживает блаженство, может пережить состояние сознания Бога, стать Богом. Пока человек ищет свою недостающую половину вне себя, в сотворенном мире, он никогда не найдет единства, просто потому, что оно не вне его, а внутри, в его бессознательном. Ни одно создание не могло бы существовать, не имея своей второй половины в непроявленном. Объединив эти две половины себя, человек найдет путь назад, в бесконечное все и ничто, и снова станет тождественным с Богом. И тогда прекратится вечное страстное желание его проявленной сущности, и сексуальное желание его тела тоже прекратится сразу и полностью. Он станет завершенным в самом себе. Прямо здесь, в этом физическом существовании, он переживет божественное состояние, бессмертие, блаженство, осуществление. И он сразу станет тождественным с истинной сущностью каждого сознания и проснется в своем истинном Я. Он достигнет единства с Богом и одновременно со всей Вселенной, поднимет сознание из своего тела, из своего личного существа и переживет всеохватывающее космическое сознание. Он почувствует свое Я, сущность, которая в каждом существе, в целой Вселенной, в Боге. Тогда он перейдет из мира следствий в мир причин, из царства приходящего в царство вечного, из созданного в созидающее, из царства смерти в царство жизни. Короче, он достигнет воскресения вечной сущности. И это есть инициация. Во время инициации человек переживает самый высокий, седьмой уровень сознания. Однако после инициации он возвращается на свой прежний, шестой уровень сознания. Когда после инициации человеку дается снова и снова становиться сознательным вечным бытием и снова испытывать это состояние во время медитации, если он достаточно часто поднимается со своего шестого плана своими силами на седьмой божественный план, он укрепляет свое положение на этом плане, и этот план становится единственным, на котором он живет изо дня в день. Тогда и только тогда он становится Бога-человеком. Только тот, кто в своем сознании есть само спокойствие и мир, так что все, что он делает, думает, чувствует, вытекает естественно из этого божественного состояния, выражая Божью волю всегда и при всех обстоятельствах, всегда излучая только положительно дающие силы божественной любви, только такой человек истинно является сыном Бога, Бога-человека. После инициации человек использует свое тело уже как абсолютно безличное орудие Бога. Долг каждого инициированного продолжить работу на земле, чтобы помочь другим людям вырваться из оков материи, тела слепой судьбы и вернуться снова в божественно-духовное состояние единства. То есть те посвящения, которые проходили в школах мистерий, это было несколько тысяч лет назад, во время посвящения, подготовки к посвящению и посвящению вводились в возвышенное состояние сознания с помощью изменения вибраций всех тел. И они получали божественное озарение, выдерживая вот эти все вибрации, они получали другой уровень сознания, чувство единства с Творцом, чувство безграничной любви. Но потом, когда воздействие этих энергий заканчивалось, они возвращались на свой естественный уровень сознания и должны были постоянными усилиями во время медитации вновь стяжать вот это состояние блаженства. Поднимаюсь. За счет уже своих собственных усилий. То есть школы мистерий, школы посвященные, они давали возможность человеку просто ощутить вот эти возвышенные состояния с тем, чтобы он знал, к чему ему устремляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!